Да, друзья, это шведский музыкальный квартет, который назван по первым буквам имён исполнителей. Агнета, Бьёрн, Бенни и Анни Фрид, Абба. Это один из наиболее успешных квартетов за всю историю поп-музыки. Они были первыми представителями Европы, которые завоевали первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран. И они остаются на музыкальном олимпе в настоящее время. Как писали музыкальные критики, феномен Абба в гармоничном слиянии уникальных голосов и в чувственном исполнении инструментальной музыки. Никому в мире так и не удалось перепеть их гениальное исполнение. И за выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа Абба была включена в зал славы рок-н-ролла. И эта песня «I do, I do, I do» стала вторым крупным международным хитом после песни «What a love». Итак, давайте нам первый куплетик. «I do, I do, I do, I do, I do» Люби меня или оставь меня. Сделай свой выбор, но поверь мне, я люблю тебя. Да, да, да. Love me. Люби меня. Oh, leave me. Или оставь меня. Люби меня или оставь меня. Вообще, американцы любят такие вот сочетания, когда берутся два слова, похожие по звучанию, как здесь, love, leave, но противоположные по смыслу. Есть такой даже сериал про гимнасток, называется «Make it or break it». Сделай это или сломай это. Добейся или сломайся. Ну, в переводе, наверное, на русский лучше будет звучать «либо добивайся, либо уходи». И здесь вот такая же конструкция. Make your choice. Make – это делать. Выбор. Сделай свой выбор. И вот будьте внимательны. В английском языке два глагола, которые переводятся на русский язык одинаково. Делать. И они невзаимозаменяемы. То есть здесь вот другой глагол do сказать нельзя. То есть сделать выбор – это make your choice. Вот видите, а в песне вы это запомните. Вот то, что дают списками, что употребляется, в каких случаях глагол make, какой do – это не работает, друзья. А работает вот так, когда вы непосредственно на практике просто с одной конструкции работаете. То есть ее повторяете, поете ее, говорите ее. Тогда она у вас запоминается на всю оставшуюся жизнь. Вы уже никогда не скажете неправильно. Make your choice. В английском нет, местоимение свой, да, есть ее, твой. Можно сказать, что сделай твой выбор, но мы говорим сделай свой выбор. But believe me. Но поверь мне или верь мне. Believe – верить. I love you. Я люблю тебя. И дальше идет I do. Смотрите. I do – это положительный ответ на вопрос во времени present simple. То есть настоящее простое. Вопрос звучал бы так. Do you love me? Ты меня любишь? И ответ – I do. Что значит да. Внимание! Вспомогательный глагол do может заменять смысловой глагол love в такой ситуации. То есть вместо I love звучит I do. Ну, потому что здесь это созвучно мелодией. Понятно? То есть да, 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 я люблю тебя. Да, да, да. То есть I do, I do, I do можно перевести как я люблю, люблю, люблю или да, да, да. Это положительный ответ. И употребляется вспомогательный глагол, который был бы в вопросе, если бы мы задавали вопрос. Поэтому, если бы был вопрос с have, то ответ был бы I have. Ну, вот здесь такой песенный I do. И второй куплет. Музыка Я не могу скрывать это. Разве ты не видишь? Или разве ты это не чувствуешь? Разве ты тоже меня не любишь? Я люблю тебя. Итак, I can't conceal it. Я не могу скрывать это. Глагол не могу. В британском варианте произносится через долгий звук a. В американском варианте это широкий звук a. Conceal. Вкрывать. В косметологии есть такой продукт concealer, который маскирует недостатки на лице. То есть conceal это скрывать, прятать. Я не могу скрывать это. It местоимение это. Don't you see. Посмотрите, вопрос начинается со вспомогательного глагола do в отрицательной форме. Если вопрос начинается со вспомогательного глагола в отрицательной форме, то он имеет значение разве. То есть на русский язык мы переводим, начиная со слова разве. То есть разве ты не видишь? Don't you see? Разве ты не видишь? See, глагол видеть, смотреть, в английском языке есть несколько слов со значением видеть, смотреть. И вот очень важно как раз их не перепутать. Can't you feel it? Если дословно, разве ты не можешь почувствовать это? Но мы так не говорим, мы скажем, разве ты не чувствуешь это? Да? Хотя дословный. Разве ты не можешь чувствовать это? Окей? И смотрите. Don't you too? Too тоже. Если переводить, то получается Разве ты тоже? Это краткий разговорный вариант. Полный был бы. Don't you feel it too? Разве? Ты не чувствуешь это тоже? I do, I do, I do. Я чувствую, чувствую, чувствую. Здесь вспомогательный глагол do заменяет смысловой глагол feel. Чувствовать. Разве ты не чувствуешь? Да, да, чувствую, чувствую. Третий куплет. Такое, казалось бы, длинное выражение, да? Я мечтаю о тебе всё моё одинокое прошлое. Вот такое длинное предложение. Смотрите. Through – это предлог. Сквозь, через. То есть мы бы так по-русски не сказали. Через моё одинокое прошлое. Да, вот почему всегда важно идти от английского варианта, слушать, как говорят носители языка. Смотрите, какое красивое предложение. Да? Образное. Ну и тем не менее оно разговорное. Понимаете? Оно разговорное. Это одинокий. И это касается не только одинокое прошлое, это может быть и одинокий человек, когда человек чувствует себя именно одиноким в мире. Не в смысле одинокий и неженатый, это вот тогда будет сингл, да? Или незамужний. А именно, когда человек чувствует такое моральное одиночество своё. Past или past – американский вариант – прошлое. I've been dreaming. Это настоящее, перфектное, продолженное время. Что это время обозначает? Для чего оно нужно? Оно нам показывает на событие, которое началось в прошлом и продолжается в настоящем. То есть, видите, грамматическое время передаёт смысл, показывает, что она мечтает уже давно. Как это время образуется? При помощи двух вспомогательных глаголов. Первый глагол – это have. И здесь, смотрите, краткая форма. I've. I've – это I have. Be – это третья форма от глагола be. Это тоже вспомогательный глагол. И как раз глагол be всегда показывает на развитие. И, смотрите, далее идёт глагол с инговым окончанием. Dreaming. Это тоже показывает на развитие. Be плюс инговое окончание – это как бы быть в развитии. Но здесь не просто действие в развитии, сейчас, в данный момент, а оно ещё началось в прошлом. И вот то, что оно началось в прошлом, и важно, что оно началось в прошлом и продолжается сейчас. То есть, нам важен этот результат. На это указывает глагол have. Have указывает на то, что началось в прошлом, а been dreaming – на то, что продолжается сейчас. И, как я уже сказала, в устной речи вместо глагола have говорят краткую форму – I've. Now I just made it. Если переводить до слова, смотрите. Сейчас я сделал это или сейчас я сделала это. Made – это вторая форма от глагола make. Это неправильный глагол, три формы make, made, made. Но по-русски мы так не говорим, я сделал это. Мы лучше скажем, у меня получилось. Вот именно в данной ситуации I just made it. Имеет значение у меня получилось. I made it. У меня получилось. И I found you at last. Я нашла тебя наконец. Вот at last – это наконец. Found – это вторая форма от глагола find. Тоже неправильный глагол. Находить три формы find, found, found. Итак, я нашла тебя наконец. И давайте, друзья, слушаем четвертый куплет. Ну, давай, давай попробуем. Смотрите. Come on – очень популярная разговорная форма, употребляется в разных побуждающих действиях значениях. Например, ну давай, пошли. И я думаю, что мы еще отдельно эту разговорную конструкцию разберем. Это разговорное выражение. Come on. Now – это сейчас. Let's – это сокращенная разговорная форма от let us. И, кстати, let us – никогда не говорят. Употребляется только краткая форма. Let's. Let's – давайте. Try – это пытаться попробовать. И смотрите, после try в английском языке употребляется местоимение it. А мы так не говорим. Мы говорим просто. Давай попробуем. Они поют, да, let's try it, потому что так говорят носители языка. Так сложилось в речи. Так сложилось в речи. То есть мы говорим только глагол, а в английском с глаголом употребляется местоимение it. I love you. Я люблю тебя. Can't deny it. Снова напомню. Британский вариант долгий – а. Can't. Американский вариант широкий – э. Can't. Deny – это отрицание. Отрицать. Я не могу отрицать это, потому что это правда. Cause it's true. Потому что это правда. Смотрите. True – правда. Cause, как мы уже говорили вчера, это краткая разговорная форма от because. Потому что. Ну, давай попробуем. Сделаем это. Я люблю тебя. Не могу отрицать, потому что это правда. И снова. I do. Да, да. Люблю, люблю, люблю. Да, обратите внимание, это очень интересный куплет. Смотрите. Oh, no hard feelings between you and me. Ну вот, between you and me – это более-менее понятно, да? Между тобой и мной. Или между вами и тобой. Я напомню, что в английском языке нет местоимения ты, есть только вежливая форма вы. Between – это предлог между и употребляется, когда речь идет о двух предметах или двух людях, то есть между двумя, то есть когда есть двое. И очень интересное выражение – это тяжелый, жесткий feeling – чувство, feelings – чувство. Что значит hard feelings – тяжелые чувства, да? Как вы думаете, что это? Это обиды. И здесь, смотрите, no hard feelings, то есть без обид, то есть без обид между тобой и мной, то есть никаких обид. Если переводить дословно, если мы не сможем это сделать. На самом деле, если не получится, то есть опять же, да, дословный перевод невозможен, некрасиво, косноязычно, если не получится. То есть никаких обид, если не получится. But just wait and see. Wait – это ждать. Но только подожди и увидишь. Но только подожди и увидишь, да? В русском мы употребляем будущее время, в английском в этом выражении настоящее простое. Wait – подожди и see – увидишь. То есть никаких обид между нами. Если ничего не выйдет, но только подожди и увидишь. То есть увидишь, что все выйдет, да? И смотрите, какое интересное выражение. Вот разве так вы скажете сами, да, без обид? Да нет, в словаре вы совершенно другое найдете. А это замечательное разговорное выражение. Так говорят на сетиле языка. И когда вы будете петь эту песню, вы запомните. Естественно, что несколько раз нужно будет спеть. Вы запомните это выражение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваш проводник великолепный английский.